Одна из крупнейших североказахстанских птицефабрик возобновила экспорт яиц в Россию. После долгого перерыва из села Якорь снова стали отправлять фуры с продукцией. Руководство предприятия говорит, что это стало возможным после введения свободно плавающего курса тенге. Свой план несушки выполняют строго. В их птичьем коллективе свыше 450 тысяч рабочих куриц. Подрастает и молодая смена. За год на птицефабрике могут произвести свыше 100 миллионов яиц. Этот склад сортировки только за одну смену сюда поступает до 350 тысяч яиц. Каждый из них тщательно проверяют на воскопе, на наличие трещин или прочих загрязнений. И только после этого отправляют на распределительные линии. В день мы запакуем около 900 коробок. Елена живет в селе Якорь. На этой птицефабрике она работает уже 6 лет. Здесь же трудится и ее супруг. Они воспитывают троих детей и для них самое главное – это стабильность. Частных предпринимателей, государство поддерживает. Чтобы на селе, конечно, работа была. Потому что с работой в деревнях очень тяжело. В основном в город. В город мы не наездимся. Мне здесь все нравится. Птицефабрики пришлось выдержать и непростые времена. Яйца продавали ниже себестоимости. Но государство поддержало бизнесменов. В этом году предприятие получило субсидии на сумму 140 миллионов тенге. Благодаря последнему решению правительства начинаем поправлять свое положение. Решаем задачи, которые ставили ранее по развитию. То бишь вернулись к экспорту своей продукции в Россию и другие регионы СНГ. А скоро на птицефабрике начнут перерабатывать куриный помет и получать из отходов газ и электроэнергию. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, 24КЗ, Североказахстанская область.